МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Накануне в Молдове, как и практически во всех бывших республиках Советского Союза, отметили 76-летие начала Великой Отечественной войны. Последующие 1418 дней и ночей войны, в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять, доказали, на что способен советский многонациональный народ. Сегодня по истечении 76 лет для истинных патриотов эта война не заживающая рана истории. И тем не менее все громче и громче звучат голоса, что необходимо дать иную оценку событиям более полувековой давности. А это значит пересмотр истории. Кому и зачем это надо? Поговорим с историком, доктором философии, политологом, а также членом Национального координационного комитета победы, членом Союза офицеров Республики Молдова Борисом Шаповаловым. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начало войны против СССР – ключевой момент вот этого процесса, который сегодня мы называем пересмотром истории. Сегодня в тех или иных сегментах постсоветского мира или постсоветского пространства кто-то призывает пересмотреть историю Великой Отечественной войны на основании того, что современный мир уже изменился. И теперь то, как люди, как общество смотрело на мир вокруг себя, он совершенно иначе. Все другими категориями мыслим, значит. То есть категории 20 века для человека, живущего в 21 веке, вроде не подходит. Даже вот это звучит, не вписывается в новые общечеловеческие, общенациональные, общественные диспуты, которые сегодня возникают. Вот как вы думаете, на самом деле мир изменился? Или это какое-то искусственное формирование общественного мнения? Здесь главный вопрос заключается в следующем. А кто это говорит? И зачем он это говорит? Почему? Потому что, да, можно говорить, мы живем в 21 веке, и давайте забудем, что было в 20 веке. А кому нужно это забыть? Тем, кто уничтожил 56 миллионов людей в годы Второй мировой войны? Тот, кто уничтожил 27 миллионов советских людей, из них целенаправленно 18 миллионов мирного населения? Почему мы это должны забыть? Для того, чтобы оправдать неофашизм? Для того, чтобы оправдать какие-то другие вот такие идеологические течения, которые возникают на сегодняшний момент? Ведь не случайно существуют такие понятия, как фашизм, неофашизм, нацизм, неонацизм. То есть есть эти новые проявления, и сегодня мы их видим практически во всех европейских странах. Я понимаю, здесь есть очень серьезный, скажем, с одной стороны геополитический такой момент, а с другой стороны чисто идеологический момент. Давайте расставим точки в самом главном вопросе. А с кем воевал Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Для меня это однозначная Великая Отечественная война, вот именно в этой формулировке. А Советский Союз воевал с девятью европейскими странами, фашистскими странами, в которых были у руководства фашистские режимы, которые официально объявили войну Советскому Союзу. Этот списочек очень известен, и я понимаю, что его кое-кому хотелось бы забыть. Но ведь это же Германия, Италия, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия, Хорватия, Сербия, даже та же Болгария. Правда, Болгария объявила войну Советскому Союзу, но на Восточном фронте не воевала, они воевали на Балканах. Это официально, со всем их потенциалом. Давайте вспомним о том, что было порядка 15 стран, в том числе и та же Бельгия, Голландия, Дания и даже нейтральная Испания и многие другие страны. Франция, Польша, которые отправили на Восточный фронт, как они его называли, добровольческие дивизии бригады СС. Не просто воинские формирования, а СС. Это совершенно другое. И этот вопрос очень важно понимать и помнить, что было использовано вооружение и боевая техника порядка 200 европейских дивизий. Чешских, французских и многих других. То есть потенциал? Потенциал фактически всей Европы на фашистские режимы тогда работало порядка 330 миллионов европейцев. Да, заставляли, да, не хотели, да, было антифашистское движение, но тем не менее факты остаются фактами. И давайте не будем забывать еще самый главный вопрос, который сегодня пытается сместить эти акценты насчет того, кто и с кем воевал и фальсифицировать их в определенных целях. Для того, чтобы, если мы смещаем акценты, а они смещаются в каком плане? Вот было два тоталитарных режима, нацистский и советский. Вот были два кровавых диктатора, Гитлер и Сталин. И вот они типа делили Европу, а вот европейские народы пострадали. Ну вот возникает вопрос, а что ж эти европейские народы делали в 41-44-45 годах? Как они оказались на Волге? Да? Сталинградская битва, откуда все пошло в обратную сторону. И на этот вопрос неудобно отвечать. Хотелось бы вот вот так сместить этот вопрос? Некоторые говорят, ну вот два режима, два кровавых диктатора, вот эта причина, давайте пересмотрим, поэтому сместим акценты. Подождите, а зачем смещать акценты? Во-первых, никто и никогда не осуждал СССР, никто никогда не осуждал советскую власть, никто никогда официально не осуждал лидера Советского Союза, руководителя ВКПБ Сталина. Осуждалась фашистская Германия, осуждался нацизм как идеология. И Нюрнбергский процесс говорил именно об этом. Там никто не говорил о Советском Союзе. Вы меня извините, была Тегеранская конференция союзников антигитлеровской коалиции Соединенных Штатов Америки, Англии и Советского Союза, французы потом подключились. Была Крымская конференция 44-го года, Альялтинская, была Потсдамская конференция 45-го года. Никто не говорил, что Сталин диктатор, никто не говорил, что Сталин и советская армия это какая-то захватническая армия. Нет, говорили о том, что мы освободители, что мы в одних рядах. Откуда же сегодня появляются вот эти акценты, вот эти моменты, которые смещают точку восприятия молодого поколения? Вот это как раз тот самый вопрос, который хотелось бы... Переписываем историю, однозначно. Я с вами здесь согласен. Кому это выгодно? Кому это выгодно? Ну, выгодно опять-таки, я уже сказал тем странам, те процессы, которые начались. Но помните 1975 год, подписание Хельсинского соглашения между СССР и европейскими странами. Когда договорились о нерушимости границ, но ведь с развалом Советского Союза эти границы изменились, и они начали меняться в первую очередь в европейских странах, Германия объединилась. Вроде бы договаривались о совершенно других подходах союзники в годы Второй мировой войны. Посмотрите, что произошло с Югославией. А Югославию целенаправленно разбомбили. Разбомбила кто? НАТО. Военно-политический блок, который в свое время был создан в противовес, так сказать, Советскому Союзу. В Варшавскому договору. Да, Варшавский договор появился после НАТО. Ну, понятно. То есть, речь шла о Советском Союзе. И, соответственно, когда была создана НАТО, то, соответственно, Советский Союз тогда союзниками своими, восточноевропейскими отреагировал в виде Варшавского договора. Но Советский Союз развалился, а НАТО на сегодняшний день осталось. Но как же обосновать его необходимость? Как сместить вот эти акценты? Вот поэтому это и происходит. Плюс есть чисто региональные и частные вопросы. Мы знаем, что после Второй мировой войны были определенные решения, принятые на Ялтинской конференции 1944 года и подзамской конференции 1945 года, которые ввели определенные разграничения. Часть немецкой территории получила Польша, Калининградскую область, Восточную Пруссию получила по этому соглашению, получил Советский Союз. Были определенные территориальные изменения очень во многих странах. И на сегодняшний момент все это меняется. И здесь возникает ряд соблазнов для того, чтобы в очередной раз перекроить эти границы. Давайте забудем о том, что было. О чем договорились. Давайте посмотрим на это по-новому. Забудем 20 век. Мы уже в 21 веке. Новое мышление и прочие вещи. Все это болтология. Все это сломано. Вы упомянули такой термин, как неофашизм, неонацизм. Для меня, человека, который получал образование в 70-е, 80-е годы, этот термин уже был знаком. Он тогда уже использовался в тех или иных сообщениях из-за рубежа, каких-то акциях, провозимых неонацистами. Ну вот, насколько верно называть их нео? И для чего это делается? Потому что, в принципе, нацист, он и есть нацист. То есть это, я так понимаю, среди всего прочего, конечно же, превалирование идеи. Перевосходство одной нации на другое. То, о чем говорили фашисты. Нацисты это на поток поставили. В чем тогда нео? Нео? Ну, как обычно, все новое, это хорошо забытое, а старое. То есть опять те же самые вопросы, которые... Ну вот смотрите, на Украине не любят москалей. Да, они их все время не любили. Чисто... Чисто... Ну, это не украинский термин происхождения чисто польское было, да, в свое время. Потом западной Украины перекочевала на Украину и таким вот образом. Мы же видим, что в соседней стране происходит, да. То есть в свое время нам было все ясно и понятно, да, мне вот мой отец рассказывал, мои родственники старшие, что в годы войны, да, были бандеровцы, да, с ними воевали, они убивали советских людей, советских военнослужащих. Это было правда и это так оно и есть. Сегодня на Украине они герои, они маршируют по центру Киева. Посмотрите Прибалтийские республики. Они боролись с советским режимом. Очень удобное объяснение. С советским режимом. А посмотрите у нас тоже возникает вопрос. Кому-то не нравится 28 июня 1940 года. Для кого-то это день оккупации, там для этих представителей либеральной партии и других вот таких политических движений унионистской направленности здесь у нас, да. Вот это для них оккупация была. А 24 августа 1944 года, что мы говорим, день освобождения Молдовы, но это день освобождения Кишинева, хотя Молдова была освобождена полностью вся территория. К вечеру 27 августа добиты последние здесь формирования 6-й немецкой армии в очередной раз. Вот. То есть, если мы рассмотрим этот вопрос с другой точки зрения, что это были войска Советского Союза, участника антигитлеровской, антинацистской коалиции, то, соответственно, они освобождали эту территорию от кого и от чего? От фашистов и от нацистов. Но сегодня некоторым у нас в республике опять-таки хочется изменить эти акценты и сказать, нет, вот нас пришли советские войска и оккупировали эту территорию. То есть, они нас не освобождали от фашизма. Чувствуете, вот грань, разница. Я понимаю, вот в этой игре все равно происходит в этом уравнении таком историческом знак равенства, он вынужден найти себе свое место. И в таком случае уравнивается, будем говорить, то административное формирование, которое существовало до этой даты, уравнивается с тем режимом, с которым боролся Советский Союз. И получается, что либералы ратуют за то, что они страна, ну, уже понятно, Михаил Гимпов, мы проиграли этой войне. То есть, они, значит, фашисты, получается? Ну, вы знаете, Михаил Гимпов, я не говорю, что он фашист. Ну, понятно, мы сейчас позвучим, как обвинение, и нас позовут в судебные инстанции. Да, но я говорю о том, что Михаил Гимпов в свое время, помните, отказался ехать на парад Победы, да, в 10-м году, и он сказал, что там побежденным нечего делать. Но он же сам сказал именно эти слова. Побежденным нечего делать на параде на Красной площади. То есть, он себя причисляет к побежденным. А кого мы победили тогда? То есть, наши отцы и деды, наши деды и отцы победили кого? Фашистские войска. И сегодня та история, которая у нас преподается, она какая-то очень такая интересная получается. Но то, что она фальсифицированная, это однозначно, да. Но вот мы действительно вчера отмечали такую дату, 22 июня, 76 лет, начало для нас Великой Отечественной войны. Но границу по пруту в 4 часа утра 22 июня перешли две румынские армии, одна немецкая армия и венгерский корпус. Я когда говорю о том, что это война советского народа с европейским фашизмом, я абсолютно отвечаю за свои слова. Потому что я вам назвал уже сколько стран, которые только вот здесь перешли границу, да? Три фактически армии. Румынии, Германии и венгров. Соответственно, и военные действия начались на нашей территории. То есть мы защищали нашу территорию от кого? От немецко-румынских, венгерских захватчиков. Так надо говорить правильно, так оно и было. И я очень рад тому, вы знаете, Станислав, вот я очень рад тому, что вчера вот произошло у нас в Кишиневе. И 21 июня. 21 июня у нас было ведь большое не пере, а захоронение останков 62 советских воинов, воинов Красной Армии, которые защищали Кишинев в июне 1941 года. И кому-то очень хочется сегодня из историков сказать, что мол тут боев особых не было, Кишинев сдали и так далее. А мы кого 21 июня хоронили? Это лишь незначительное количество тех людей, которые погибли. Да, на этом участке фронта наши две советские армии и Красные Армии войска, которые противостояли этим двум румынским, одной немецкой и венгерской армии, да? Здесь начался плановый отход. Ведь до 1 июля ни один фактический фашистский захватчик пруд не перешел. Да, они перешли в нескольких местах, пытались захватить Плаздаровые мосты, но их выбили в тот же день, 22-23 июня. Стояновская застава, знаменитая, да, в Кантемировском районе. Они неделю защищали эти 50 ребят. Штатный состав пограничной заставы, 50-55 человек, два станковых пулемета «Максим», три ручных пулемета, три автомата «Шпагина» у командира, заместителя командира и этого политработника, а все остальные трехлинейками, винтовками были выражены. Они неделю защищали. Посмотрите, рядом со Стояновкой какой румынский мемориал построили, отдают дань памяти, ну, румыны своим, да, там более тысячи человек. Это результат тех ожесточенных боев. Они отошли по приказу. Эту заставу называют заставой трех героев Советского Союза. Там действительно три героя Советского Союза. А если взять еще Вичинки на заставу Когульскую и прочую, кстати, это были первые герои-пограничники Советского Союза. Они получили это звание в августе 41-го года, когда практически очень мало кого награждали, потому что Красная Армия отступала. И вот этот результат. И я опять-таки очень рад тому, что эта церемония состоялась торжественно. Я рад тому, что наши поисковики уже нашли 21 имя погибшего. Мы знаем из 62-21 человека. Один из них, из установленных, это наш Кишиневец Иосиф Кантор, да. Была вот его дочь, приезжала на это мероприятие. Она сегодня, ну более 20 лет назад они уехали в Израиль с семьей, да. Вот она приехала, выступала со слезами на глазах. Вот, ну вот, нашли, он числился без... Они все числились без вести пропавшими. То есть мы вернули семьям этих людей. Я когда говорю мы, я сейчас говорю от имени Национального Координационного Комитета Победа, в который входят очень многие известные организации. Прежде всего это заслуга русского историко-патриотического клуба, который возглавляет Алексей Петрович. И Алексей Петрович, он сегодня является и председателем нашего Национального Координационного Комитета Победа. Вторая общественная организация, которая приложила к этому руки, это естественно поисковый отряд Август Василий Синьковский, да. Вот они вместе с Петровичем занимаются этой поисковой работой. Они сплотили там несколько десятков, ну, очень талантливых, патриотичных людей, молодых, пожилых, разного возраста. И они, ну, для кого-то это хобби, для кого-то еще, но они делают великое дело. Они возвращают семьям имена, имена места захоронения их погибших людей. Эти ребята с 2010 года захоронили, перезахоронили, нашли, восстановили имена более 300 погибших наших воинов Красной Армии. Из них большинство, конечно, захоронено на Шерпенском палацдарме, в Спее, там, где были очень ожесточенные бои. Они проводят очень большую работу. И эту работу поддерживает наш союз офицеров в Республике Молдова, которые возглавляют генералы Гайчук и Кондратенко. И у нас структуры есть во всех районах. И в этот же день, с 21 на 22, вот мы все вместе, опять-таки, историко-патриотический клуб под руководством Петровича и клуб поисковый отряд Синьковского и Дубосарская районная организация союза офицеров Республики Молдова организовали вот эту акцию свеча памяти. И где мы ее организовали? Это проходило у села Кошница. Да, там есть знаменитая линия, была построена в 30-е годы оборонительных укреплений. Более 4000, ну что такое ДОТ? Долговременная огневая точка, это бетонное сооружение, двухметровые стены и так далее. В том числе в районе Кошницы их там порядка 15 или 16. И вот это мероприятие проходило у ДОТа номер 417. То есть, вот он имеет свое имя, ДОТ номер 417. В июле 41-го года гарнизон этого ДОТа погиб полностью. Они отстреливались до последнего. Немцы и румыны там пройти не могли. Их бомбили, их расстреливали прямой наводкой с артиллерией, но ничего не могли сделать, пока не залили туда в ДОТ пару тонн бензина, подожгли и он взорвался в результате этого. Вот только так смогли они пройти. И вот таких моментов, конечно, очень много. И я был очень рад, что на это мероприятие приехало где-то приблизительно две трети молодежи было и одна треть вот нас представителей, ну скажем так, старшего поколения, те кто старше, ну 30 я говорю уже, да, старшее поколение. Две трети тех, кто туда приехал, это было молодежь. И это замечательно, это хорошо. Потому что если мы им не будем этого рассказывать, а мы наследники той Великой Победы, действительно, ну вот мой отец ветеран Великой Отечественной войны был, он уже 15 лет как умер, но получается, что сегодня, я вот рассказываю об этом, я пишу книги о Великой Отечественной войне, я заменил его, и вот многие из нас заменяют наших отцов и дедов, потому что если мы этого передавать не будем подрастающему поколению, этого никто не сделает на сегодняшний момент. И я рад, что у нас появилась вот такая структура, Национальный Кравитационный Комитет Победы, в который входит еще и знаменитое молодежное движение Воевод Николай, Паскару, да, ну много различных вот таких организаций, которые непосредственно занимаются или поисковой работой, или мемориальной работой, восстановлением памятников, военно-патриотическим воспитанием как союз офицеров в Республике Молдова. Слава Богу, что мы их объединили, и я очень рад тому, что мы в данной ситуации, ну вы знаете, у нас есть там несколько различных общественных советов с громкими там наименованиями, словами и так далее, но как касается вопроса, это пытаются совместить какие-то политические вопросы, давайте обсудим там избирательную систему параллельную, давайте то обсудим и так далее. Нет, подождите, давайте не смешивать первое, второе и третье, вот все в одном котелке, да, а вот то, что связано с военно-патриотическим воспитанием, это одно, политику сюда примешивать не надо, да, давайте обойдемся без политических партий. И вы знаете, вот нашу позицию поддержал президент Игорь Николаевич Дадон. Мы создали этот коррекционный комитет 6 марта, а где-то в пределах 20-х числах апреля мы полным нашим составом руководства встретились и Игорь Николаевич нам сказал, вы знаете, мне нравится ваш подход. Вот да, я вот лидер социалистов и так далее, но мне нравится ваш подход. Давайте политику оставим в сторону, партии в сторону, вот есть непартийная структура, возглавляйте, ведите нашу колонну бессмертного полка, пусть вот союз офицеров впереди идет, ветераны вооруженных сил, идут там, ну люди те, которые действительно это заслуживают. Наш там, мы пойдем тоже какой-то колонной, все, кто хочет присоединяется без партийных лозунгов, флагов и так далее. Не надо делать из этого великого праздника какую-то политику, но и объявлять 9 мая, допустим, еще параллельно Днем Европы, ну тоже, наверное, неправильно. Мы опять-таки, кто-то хочет сместить эти акценты, ну вот кто хочет, тут правительство наше, ряд депутатов, да, сначала как бы, ну вы же понимаете, сначала смещается акцент, потом ну давайте новое мышление, да, давайте объединим, а потом через пару лет, ну давайте, мы же все европейцы, мы типа цивилизованные, что мы будем вспоминать о том, что уничтожили 650 тысяч граждан Молдовы. Ну зачем мы об этом будем вспоминать? 27 миллионов. На 2 миллиона, по-моему, 400 тысяч населения Молдавской Советской Республики в 41-м году. 650 тысяч уничтожено. Из них боевые потери, те, кто погиб на фронте с оружием в руках, партизаны, 84 тысячи. А 570 тысяч это мирное население. Из этих 570 тысяч, ну давайте честно говорить прямо о том, что, да, Холокост был в Молдове. 300 тысяч евреев и цыган, ромов были целенаправленно уничтожены. Целенаправленно. Потому что они евреи и потому что они ромы. Вот чем отличается Первая мировая война от Второй мировой войны. И вот чем мы не можем отказаться от понятия Великая Отечественная война. Потому что они, фашисты, пришли на нашу территорию. Они напали на нас 22 июня. Они дошли до Сталинграда. Что делали две румынские армии под Сталинградом? Ну объясните мне. Что там делали Венгрии? Что там делали Словакии? Что они там делали вместе с немцами? Хотели посмотреть Волгу. О! Туристический поход у них был, во время которого они уничтожили 18 миллионов мирного населения. Так вот давайте по цифрам. Почему я говорю для молдаван, для нас это важно. Из 84 тысяч, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, воинов, уроженцев Республики Молдова, 50 тысяч это этнические молдаване. За кого воевали молдаване и где они воевали? Они воевали за советскую власть, а не воевали в Красной Армии. Вот ответ. Сколько, значит 391 тысяча, точные цифры, но иногда мы говорим так, округляем, около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевало в Красной Армии. А сколько в румынской армии? И вот всем неудобно отвечать на этот вопрос. А у нас есть очень... Интересно, и в учебниках не найдешь. Да нет этого, конечно, в учебниках. А у нас все-таки есть историки серьезные, которые почитали в архивах. Это Петр Михайлович Шорников, знаменитый Сергей Михайлович Назария. С цифрами в руках доказали и потери эти 650 тысяч, все остальное. Так вот в румынской армии воевало 28 тысяч молдаван бессарабцев. То есть против 400 тысяч 28 тысяч. Да, так подождите. До 43-го года, пока румын с 6-й немецкой армией под Сталинградом не разгромили, ведь молдаван не призывали в румынскую армию. Их считали неблагодадежным прорусским элементом, просоветским. Русских, украинцев, гагаузов, болгар с этой территории вообще не призывали в румынскую армию, потому что они однозначно были, ну скажем так, врагами де-факто. То есть его нельзя было призывать. Так вот призвали с большим трудом 28 тысяч. 14 тысяч сразу же перебежало по ходу там в Красную армию. Оставшиеся 14 тысяч после Яско-Кишиневской операции в начале сентября 44-го года молдаване написали заявление. Просим перевезти в Красную армию. Хотим со своими братьями быть, не хотим в румынской армии воевать. И румыны тоже повернули штыки уже с востока на запад. Да, ну подождите, Станислав, этот вопрос рассматривался на уровне Сталина, на уровне руководства Советского Союза. Сталин говорит, сколько их 14 тысяч? Говорит, ну говорит, подождите, говорит, ну наши же люди тоже должны быть в румынской армии. Нет, пусть они воюют там, раз мы уже стали союзником. И те бы перешли. Вот правда, о которой в наших учебниках не написано. И об этом не рассказывают нашим детям. А нам рассказывают вот какие-то сказки, новое мышление, какой страшный был Гитлер и Сталин, и как они делились. И вспоминают Пак Молотова, как они называют Молотова и Риббентрупп, но это вообще отдельная песня. И этому надо посвящать отдельную передачу. Потому что здесь... Смотрите, вот во всем, в этой связи, что хочется сказать. Уже некоторые бывшие из республики Советского Союза перестают праздновать День Победы. Страны Балтии как-то очень быстро отказались от этой общей истории. Ну да, они же в НАТО? Да, тем более, они сейчас в НАТО. У них совершенно другие трактовки этого исторического периода. В Эстонии воины-освободители приравнены к нацистским оккупантам. Знак равенства стоит. Фашистские преступники, наоборот, прославляются. Там есть... Марши проходят. Да, марши. В Литве объявлен международный розыск. Человек, который боролся в подполе с нацистами. Да, да. В Украине Шухевич, герой Украины. А памятники, где у нас ходят, сносят? Да, ну, памятники. Самое интересное, смотрите, вот... Недавно в Польше был объявлен очередной закон о декоммунизации, под который попали памятники советским воинам-освободителям. И 22 июня 2017 года в Австрии установили памятник воинам-освободителям. Советским воинам. И вот здесь и мы в этой конве каким тем или иным образом присутствуем. Присутствуем, например, тем, что вымываем эту историю из мозга, из памяти молодежи, потому что в учебниках этого нет. Несколько страниц странно непонятных отношений. У нас там вроде на экзаменах что-то запретили, чтобы дети не писали «Великая Отечественная война», а «Вторая мировая война». Ну, это вообще маразм. Снижение баллов. Конечно, да. Сразу. То есть, вот это такое, ну не знаю, наступательное движение на историю продолжается. И я, например, знаю, что, кажется, в 78-м году прошлого века в Соединенных Штатах был сформирован, учрежден институт пересмотра истории, который начал, кстати, свою работу с тем, что создавал работы по отрицанию Холокоста во время Второй мировой войны. Да, да, да. Вот вы знаете, вы затронули очень интересную тему. Я в свое время в 94-м году стажировался в Соединенных Штатах Америки пару месяцев. Там пробыл в двух штатах Северная Каролина, Иллинойс, Чикаго. Вот. Ну, естественно, как человек системы образования, был в университетах, в колледжах, в хай-скул, это типа нашего лицея. И везде просил учебник по истории. И всегда открывал страницу Вторая мировая война. Слушайте, там вот все в Атлантике они воевали, на Тихом океане они там с японцами воевали, американцы в Европе. Про СССР вообще ничего нету, и вот они выиграли войну. Ведь это целенаправленно, опять-таки, об этом говорится. Это откровенная фальсификация. А то, что вы сказали, вот этот пример, что создан институт не только. Есть и европейские подобные институты, а на Украине официальное государственное учреждение, да, там институт, как он там, что-то памяти называется, который вообще там переименует улицы, там города и так далее. Котовска не переименовали сейчас, Котовского выкинули. Ну, чем он мешал герой гражданской войны, который многое сделал хорошего и для Украины и так далее. Ну, память у нас, без слава, остается. Ну, вы знаете, любимый мой оппонент, в кавычках я его называю, есть такой профессор Ельского университета Тимоти Снайдер. Очень интересный человек. Написал где-то там десяток книг, солидные, по 600-800 страниц, целенаправленно все время работал по грантам, которые выделялись американским правительствам или так называемыми неправительственными организациями, которые опять-таки деньги получают от правительства. Его интересовал один вопрос, вот как совместить Сталина и Гитлера. Последняя его работа «Кровавые земли между Гитлером и Сталином». Чувствуете название? «Кровавые земли между Гитлером и Сталином». 600 страниц лжи за государственный счет. И эта книга издана в 27 странах на десятки языков и так далее. Почему? Потому что это целенаправленная работа, целенаправленное финансирование. Как она попала к нам? Она на русском языке впервые была издана. Можете себе представить? На Украине издают на американские деньги в 2015 году, после всех этих конфликтных событий, на москальской мове 10 тысяч экземпляров и оттуда они распространяются по всем странам бывшего Советского Союза. В том числе она попала таким образом к нам сюда в Молдову через те же американские структуры, потому что я получил этот ценный экземпляр именно у них. Действительно целенаправленная пропагандистская, идеологическая борьба идет против нашей с вами исторической памяти, против того, за то, чтобы мы забыли то, что сделали наши отцы и деды. Я этого никогда не забуду, потому что мой отец, инвалид Великой Отечественной войны, всю жизнь хромал. И вы знаете, он бы по-разному мог бы относиться и к советской власти, и ко всему остальному. Он из семи репрессированных, его отец был расстрелян в 1937 году. В 1956 году реабилитировали, потому что неправильно, незаконно, ну время такое было, да. Но тем не менее он нас с моим старшим братом воспитал комсомольцами, коммунистами, нормальными советскими гражданами и так далее. Он никогда за всю свою жизнь не сказал плохого слова о Сталине советской власти. А, казалось бы, имел основания быть очень не обиженными и так далее, да. Когда кому-то давали орден, ему медаль дали. Кому-то давали медаль, ему просто благодарны. Спасибо, молодец, ты хорошо воевал. Биография просто была подключена. Ну, вы знаете, я ведь над чем задумался. Соединенные Штаты Америки – это плод либерализма во всем. В экономике, в общественной жизни, истории и так далее. И у нас эту тему пересмотра истории оседлали наши молдавские либералы. И ведь плоды вот этого семени, которое вот было посеянное, и институтом пересмотра истории, и теми, кто, в общем-то, жаждет какого-то реванша, они ведь всходят в нашей стране. Даже вот на самом таком парадоксальном факте. Либералы оседлали тему пересмотра истории, отрицание, так сказать, победы советского народа, отрицание того, что Молдова – часть этого советского народа, победителя. И за них голосуют люди, при том, что партия отрицает этих самих людей. То есть понимание избирателя, в умах избирателя отсутствует главный принципиальный элемент. Вот этот элемент уже выбит из них. И они голосуют за тех, кто, в общем-то, отрицает, тебя отрицают, как молдаванина, как человека с богатой, мощной, сильной историей. Историей, конечно, мы государство. И это страшно, потому что, смотрите, а формируются новые поколения. Сегодня попробуй докажи 20-летнему юноше или девушке, что он принадлежит народу победителю. Если ему рассказывали о Кровавом Сталине. Да, когда он начнет рассказывать о Кровавом Сталине, о каких-то ужасах, о которых, в общем-то, сам, знаете, единственный аргумент, ребята, да, вот там депортации какие-то были, не помню, 200 чем-то тысяч или сколько? 56 тысяч. И то выселенных, Станислав, и большинство из них вернулось после 1956 года в родные дома, в родные села. Да, конечно, это нехорошо. Это осуждается. И советская власть это осудила. Извинилась перед этими людьми. Да, это действительно перегиб. Но 50 тысяч выселенных, да, и 570 тысяч целей направлено уничтоженных. Чувствуете разницу? Правильно. И у меня другой, раз уже мы говорим о дискурсе 21 века, такой встречный вопрос. А куда вы отправили полтора миллиона своих сограждан? Лишили их крова, надежды на обретение своего исторического будущего. Вот такая экономическая депортация не является геноцидом. Геноцид, это однозначно. Сколько разрушенных семей, сколько людей покончило самоубийством, сколько было вынуждено бросить свои дома. Вы знаете, я вот даже часто бываю в сельской местности. Это одинаковая территория. Вот я приезжаю в свое родное село. У нас там было по 11, почти 12 тысяч в советское время. Сейчас 8,5 тысяч населения в моих родных кицканах. 600 домов на продажу. И это в каждом молдавском селе сегодня происходит. Почему? Потому что люди целенаправленно уезжают, они оставляют свои дома, бросают свою землю. Нет рабочих мест. Почему? Потому что мы опять-таки по советам международного валютного фонда, Европейского банка, реконструкции, адептов либеральной экономики. Других товарищей, да, вот из Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Мы же сначала программу ТАСИС выполняли, уничтожали нашу промышленность. Полностью уничтожили. Потом мы с 90, по-моему, 4 по 96 год проводили эту программу ПМИН, МарМИН, как ее у нас называют. Уничтожили коллективное сельское хозяйство. У нас было около тысячи колхозов и совхозов, которые держали всю социальную сферу на селе, да, которые создавали рабочие места. А сегодня все это уничтожено. И у нас 900, там 930 или 950 тысяч частных собственников земли по одному, полтора, по два гектара. Хотя в той же Европе ферма не может быть меньше двух тысяч гектаров. Почему? Потому что она не рентабельная. А у нас это целенаправленно сделано. Вот об этом надо говорить. Борис, спасибо за этот разговор. Я понимаю, что этот предмет нашей сегодняшней встречи гораздо глобальный, гораздо требует большего присутствия здесь людей, которые мыслят по-разному, но в то же время наверняка могут придать этому всему настоящий исторический и какой-то, может быть, философский аспект этой всей темы. Но тем не менее, мы с вами поговорили о том, что у нас болит. И болит, наверное, у большинства наших телезрителей. Спасибо им за это. Потому что только так мы сможем устоять в этой вот такой, я скажу, это все-таки политической борьбе с нашим народом. Вот это так гибридная идеологическая война, которая ведется против нас с западными идеологическими ценами. Ну, а тем, кто, знаете, говорит сегодня, ну, как плюют в холодец, которого пьешь, ну, то есть плюют свою историю. Да, мы с вами не жили в раю в советское время, но, как сказал один из писателей, мы жили возле рая. А сегодня мы не живем в аду, но живем возле ада. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был историк, доктор философии и политолог Борис Шаповалов. Следите за эфирами. Будет интересно. Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин